Я хотел создавать игры с самого раннего детства. Тогда я рисовал целые карты на тетрадных листах и ходил по ним вырезанными с бумаги персонажами. Со временем я узнавал всё больше и наконец настал момент, когда я сделал не просто очередную незаконченную игру, а полноценный готовый проект, на котором ещё и заработал. У меня есть целый ряд видео, в котором я рассказываю про все свои игры, про все незаконченные и брошенные проекты, про то, как я живу и чем вообще занимаюсь, а также с чего всё это началось. В этом ролике я собрал большую часть своего опыта и выводы, которые я сделал за 9 лет в создании игр. Но сначала минутка реклама. Любишь компьютерные игры и хочешь научиться создавать свои? Хочешь поближе познакомиться с Unreal Engine 4 или Unity? Тогда не пропусти курс по дизайну от Geekbrains. Он так насыщен базовыми уроками и практическими занятиями, что по окончанию обучения, помимо сертификата с государственной лицензией, тебе гарантируют прохождение стажировки. Ведь за 2,5 месяца ты создашь игру совместно с разработчиками на Unity или Unreal Engine. Преподаватели факультета, действующие специалисты топ-компании страны с опытом более 5 лет. Тебя научат составлять проектную документацию, учитывая цели и потребности конкретных проектов. Научат прототипированию в геймдизайне. Ты разработаешь концепцию новой игры и подготовишь для неё документацию. Также ты освоишься с припродакшеном игр и разработаешь несколько систем монетизации для своих прототипов. А в вебинарном курсе по командной работе ты разовьёшь необходимую геймдизайнеру SoftSkills. Специально для моих подписчиков Geekbrains открывает доступ ко всем скидкам факультетов и курсам по дизайну. А также бесплатным вебинарам для начала карьеры и закрытым мероприятиям. Всё это по ссылке в описании. Подумать только. 9 лет. За это время я много раз уходил от геймдевела, пробовал себя в различных отраслях, сферах. Изучал разные обучающие материалы, курсы, зависал онлайн играх, да и много чего ещё. По сути, разработкой игр я начал заниматься ещё раньше. А 9 лет назад вышла моя первая игра. Первая законченная игра. Совсем скоро появится анонс моего нового проекта, в котором я учёл предыдущий опыт и часть которого вы узнаете прямо сейчас. Бэкап! Как много проектов, канувших в бытие цифровом. Миллионы прототипов по всему миру, пропавших из-за внезапного отключения света. Или десятков других причин, по которым вы могли потерять прогресс или проект целиком. Я лично терял, ёптую, я лично терял так около пяти проектов. Конечно, некоторые из них удалось восстановить, благодаря бэкапам на внешние носители и облачные сервисы. Дропбокс, гитхаб, яндекс диск, гугл диск, майлру облако, ванедрайв от микрософта, да хоть юнити клауд. Всё это подойдёт для того, чтобы хранить там свои проекты. Но для большей надёжности я копирую их ещё и на внешний жёсткий диск, чего и вам советую. Если вы сейчас что-то делаете, помимо того, что смотрите это видео, сохранитесь и закиньте проект в облако. Бросать проекты, это нормально. Как бы странно это ни звучало, но прекратить работу над проектом порой самое правильное решение. Я подробно рассказывал об этом в своём предыдущем видео в топ-7 ошибок разработчика игры, но здесь кое-что дополню. Энмунд Макмиллиан, разработчик Супер Мидбоя, в одном из своих интервью рассказывал, что на его счету около двухста незаконченных прототипов. Поэтому, если вы переживаете за десятка брошенных проектов, забейте. Это примерно то же самое, что прекратить смотреть неинтересный фильм, покинуть место, в котором вам неприятно находиться, или недоедать невкусный борщ. В общем, не поймите меня неправильно. Умение доводить проекты до конца очень важное и нужное, но далеко не каждый проект достоин того, чтобы тратить на него время и силы. Перфекционизм. Перфекционизм? Перфекционизм. Моё самое любимое. Все мы хотим сделать крутую, классную игру, которая принесёт нам много денег, славы, высокие оценки критиков и всё в таком духе. Мы пытаемся сделать всё идеально, чтобы не к чему было придраться, но не пытайтесь сделать всё идеально. Поначалу будет лютая хрень, и потом будет лютая хрень. Первые десятки прототипов будет лютая хрень, первые коммерческие игры тоже будет хрень. Но это не значит, что надо делать по принципу «эй и так сойдёт». Но и вылизывать каждый пиксель тоже не имеет смысла. Большинство людей не видят разницу между «хорошо» и «идеально». Поэтому старайтесь избавить себя от лишней работы. Делать игру ради денег. Хо-хо, я открою вам маленький большой секрет. Игры, которые сделаны не ради денег, заработают гораздо больше тех, которые только для этого и создавались. Когда я создавал Purple Heart, находясь в поезде, я хотел сделать простую, быструю игрушку, чтобы отбить поездку. Всего за неделю я сделал игру, которая за месяц принесла примерно 30 тысяч рублей. Немного, но поездка была отбита. Немногим позже я начал разработку Пукан Байбай. Несмотря на более примитивный геймплей и куда более примитивную графику, мысль о заработке на ней была где-то на втором и даже, наверное, третьем плане. На этот раз моей целью был создать прям челлендж. Подарить игрокам очень мурные эмоции от ненависти до эйфории. И это очень сильно отразилось на продажах. Игра, которая была сделана не ради заработка, заработала в три раза больше. Одна хорошая игра будет зарабатывать как десяток плохих. Мораль тут проста. Делайте продукт, за который вам не будет стыдно. Думайте о своих игроках и всегда задавайте себе вопрос. Купили бы лично вы такую игру, увидев ее в магазине? Если ваш ответ нет, то это серьезный повод задуматься. Код важнее графики. Сейчас тут всю мою семью нарисуют. Много лет для Сахаливары. Что важнее, код или графика? Тут есть два важных момента. Во-первых, игра это код. Без кода. Это не более чем картинки и модельки. И если игра может быть без графики, то без кода она не будет игрой. Во-вторых, хоть графика и второстепенно, она все равно очень важна. Но я воспринимаю ее как инструмент продаж. Видя красивую графику, мы подсознательно хотим в это поиграть. Даже если это скриншот или вообще макапы, игры еще не существует. Графика это первое, что увидят люди в магазине. И если она их не зацепит, то они не оценят богатый внутренний вир вашей игры. Гейм дизайн. Если вы действительно хотите сделать игры лучше, всерьез займитесь изучением гейм дизайна и левел дизайна. Эти две штуки очень тесно с друг другом взаимосвязаны. Поэтому гораздо проще и нагляднее изучать их одновременно. Начните со всем простых харкад, кликеров, казуальных игрушек. Хотите потяжелее, начинайте с платформеров. И уже потом переходите к хоррорам, шутерам, 3д экшенам. Жанры совершенно разные, но все они руководствуются одними и теми же правилами и принципами. Только применяются иначе. Многие вещи вы будете узнавать неосознанно, работая над своими играми. Но самый быстрый способ все это изучить, конечно же курсы. Распределение сил. Очень часто я сталкивался с тем, что разработчики взваливали на себя неподъемные объемы работы. Особенно это касалось графики. Понятное дело, что хочется профессиональный арт в свой проект. Но далеко не каждый осознает, что во-первых это дорого, во-вторых это долго. На создание одного персонажа ААА класса может уйти месяц, а то и два. И если вы работаете в одиночку, то на создание всей графики у вас может уйти минимум год. Минимум. Другой вариант и использование ассетов. Качество на уровне. Относительно недорого. И не надо ждать, они уже готовы. Казалось бы, идеальный вариант для инди, безусловно есть свои минусы и плюсы, но что если взять графику попроще? Лоу поли, пиксель арт, воксели. Все эти три стиля может освоить даже ребенок и за несколько месяцев в практике выдавать очень даже приятные результаты. И выдавать их достаточно быстро. За месяц вы сможете обзавестись графикой для всего проекта полностью. И делать ее будет всего один человек. Так что это и по затратам выйдет меньше, и по времени. Но качество от этого не пострадает. И лоу поли, и пиксель арт, и вокселя можно сделать очень красиво, очень стильно. И это вообще очень клевые стили. Для инди, по-моему, это просто идеально, особенно если вы работаете в одиночку. То же самое касается и кода, программной части, геймплея. Временно откажитесь от сложных задач и механик. Используйте готовые решения, аситы. Упрощайте задачи, насколько это возможно. Хорошая и качественная игра не обязательно должна иметь сложные механики и технологии. Она прежде всего должна быть игрой, чтобы в нее можно было просто поиграть. А все остальное, мишура. Мощное железо. За 9 лет в геймдеве я сменил всего лишь 3 рабочие лошадки. Я начинал с простого, но довольно неплохого ноутбука, на котором делал свои первые 2D игрушки. Впрочем, и 3D проект он тоже тянул, но не слишком комфортно. После того, как я выпустил десяток игрушек, я приобрел себе комп намного мощнее, чтобы работать уже в 3D. Сборку вы можете посмотреть вот в этом видео. Теперь спустя 5 лет я приобрел себе еще более мощный ПК, про сборку которого обязательно будет отдельное видео. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Итак, я устал так сидеть. Итак, если вы заинтересованы в создании простеньких 2D игр для мобильных устройств, то вам вполне сойдет средненький ноутбук или макбук. Ну а если вы хотите создавать 3D хорроры, шутеры или не дай бог РПГ, самолично создавать модели для всего этого, то вам понадобится гораздо более мощный ПК. Но в принципе не переживайте, можно спокойно уложиться в сумму до 80-90 тысяч, и в эту цену войдет еще и монитор, периферия и графический планшет, причем не самый плохой. Выпустите пару простых, но качественных игр с тем железом, что у вас есть, и эти суммы уже не будут казаться какими-то запредельными и неадекватными. Заодно определитесь, в каких жанрах вы захотите работать и под какие конкретно задачи вам придется собирать ПК. Не обязательно иметь кучу дорогих программ и тем более не обязательно иметь их все. С расцветом цифрового пиратства раздобыть нужный софт может даже первоклассник. Однако, большая часть из установленных программ вам попросту не пригодится. Ни для кого не секрет, что использовать пиратский софт в коммерческих проектах противозаконно, что, впрочем-то, никого не останавливает. Но, когда вы столкнетесь с тем, как бы потратить поменьше на софт и купить только самое необходимое, вы найдете десятки аналогов, как платных подешевле, так и вообще бесплатных. Но я немного упрощу вам задачу. Для пиксельных игр вам будет более чем достаточно аспрайт. Для 3DS головой хватит блендера, а для воксельной графики я ничего лучше не нашел, чем магика воксел. И вот ведь здорово, они все бесплатные. Ну, разве что аспрайт платный, но недорогой. Но, впрочем, его можно раздобыть легально, абсолютно легально, скомпилировав самостоятельно, и это отдельная история. В общем, если вам не хочется отдавать всего лишь косарь за замечательную программу один раз в жизни, то можете поискать сами. Но я бы лучше поддержал разработчика. А вот все эти гиганты, вроде фотошопа или 3д макса, этот перебор для инди. Они стоят очень дорого, но разве что подписка месячная подешевле, но это каждый месяц им отстегивать. При том, что вы не будете использовать и 10% функционала этих программ. Зачем? Кстати, у меня есть видео по программам для геймдева, и вообще, какие программы могут пригодиться при создании игр и контента для них, обязательно гляньте. И самое главное, помните, что все ваши прототипы, брошенные проекты, неудачные опыты, ошибки, все это ведет вас к более крутым проектам и громким победам. Дерзайте. А с вами, как всегда, был Арталаски, ставьте лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны, и до скорых встреч, пока!